Привет, ребят! Каждый раз, когда куда-то ездишь, каждый раз, когда куда-то выкладываешь свои влоги, мне все говорят «Покажи, что купил, покажи, что купил». Купил ли вообще что-либо? Такая вещь, что когда ездишь не за покупками, а когда нет такого настроения идти и закупаться, то многое не покупаешь. А заодно, когда едешь к семье, провести время с семьей, получается так, что едешь просто к семье и не до покупок совершенно. То есть надо знать и настроение на покупки, и поэтому... Окей, вру, я сейчас все вру, сижу и вру просто в лицо. Когда едешь толстым, когда ты толстый, когда ты набрал вес, скажем, лишний 9 килограмм на мне сейчас. А, кстати, мне в прошлый раз, когда я был по своему путешествию в Милане, я вообще в фокусе сейчас лень. Когда у нее в прошлый раз я делал влог из Милана, мне одна написала «Какая ужасная рубашка в стиле пьеро». Я подумал, окей, так что сегодня я одел свою рубашку от Armani, и давайте начнем. Кстати, ребят, у меня сейчас проходит конкурс на моем канале на мою любимую камеру, которую я отдаю в хорошие руки, великолепная камера. Поэтому многие меня попросили «Разыграй камеру». Ребят, разыгрываю шикарную блоговую камеру. Если вы хотите начать свой канал, и у вас есть свой канал, вы хотите улучшить технику, обязательно участвуйте. Ссылка будет вот здесь. Обязательно участвуйте, и, может быть, вам повезет. Конкурс закончится в эту субботу, поэтому обязательно участвуйте в конкурсе на камеру. Так вот, проблема в том, что когда ты набрал, хорошо, вот прям хорошо набрал, и лишние 9 килограмм, да, и... Окей, я не буду заезженной пластинкой, потому что знаю, что все, кто худеют или пытаются биться своим весом, они постоянно плачут, и потом постоянно жрут, и потом убирают, не скидывают вес, и опять не плачут. Это заезженная пластинка, поэтому, ах, что есть, то есть. Вот, и когда ты едешь куда-то там в Милан, и шляешься там по Сен-Лоранам и по прочим этим, да, вот Сен-Лоран, моя любовь, то ты ничего не можешь купить, да. Сен-Лоран – это чистый рок-н-ролл, и там все должно быть худенькое в облипочку, и когда у тебя, когда ты переживаешь свои жиры джинсами, да, которые должны быть просто, не просто на худом теле, а на худом теле висеть, да, то, о, вау, немножко, знаете, называется, знаете, по-английски reality check, как встреча с реальностью, да, как называем вещи своими именами. Сиди у меня странное освещение, сиди у нас, паспорт, у меня сижу полосы у огромного окна, и у меня такое, знаете, оно немножко мрачное сегодня, ну, добро пожаловать домой называется. Поэтому, ребят, давайте потихонечку и покажу, что я купил. Во-первых, знаете, пришел к своей сестре, у нее дом, у нее огромный дом в горах в Провансе, и смотрю, у нее клобасина стоит на столике, пепельница, такая огромная, гигантская пепельница, я обожаю огромные пепельницы для меня, они, знаете, такой шик просто нереальный. Я думаю, окей, девочка, эта пепельница поедет со мной. Но, во-первых, я в супермаркет, смываю пепельницу, и они делают, а вы просто, знаете, для меня... Я человек такой же, который материалист, да, и для которого важно каждую вещь, надо сопоставить с местом или что-то еще, да. И вот гигантская такая пепельница, такой, знаете, яркий-яркий цвет, всего за 11 евро, я, вау, думаю, класс, купил. В прошлый раз, когда показывал, что купил в этом французском супермаркете, кто же там... Я постоянно буду делать как-то референс, отсылки на комментарии, кто-то мне написал, несколько написали. Кто покупает специи, посади ты сам, я не понимаю, что это за мышление. Посади сам, как ее, базилик, розмарин у себя в саду, что ты специи покупаешь. Люди, знаете, они просто в танке, они какие-то, я непонятно, не пойму, откуда это. И, короче, не мог я съездить в Прованс и не купить провансальских прав, да. Купил я одну, просто классический провансальский этот микс, да. Один микс трав для, как называется, для мяса. И один для паштета, ребят, это просто кайф, да. У меня теперь, знаете, вот моя новая камера, у меня проблема другая теперь с ней. Проблема с тем, что у меня она останавливается по той причине, что карта всегда полная. Мне теперь надо побольше карту для камеры. И еще купил травы, знаете, не могу, траву люблю, я люблю готовить, я люблю специи. И когда едешь в Прованс, мне кажется, единственное, что надо привозить оттуда, это травы. Не мог я пройти мимо диснеевских, знаете, я обожаю диснеевские магазины и просто обожаю их. И каждый раз, когда я их ищу мало, да, их всего-то несколько. И каждый раз, когда ты приезжаешь в Милан, для меня это просто традиция, зайти в диснеевский store и купить. Купил вот такую классную кружку, вообще просто нереальная. Так, знаете, из Алисы в Зазеркале, да. Они где-то по 13-15 евро. И такая 3D-окружка с Винни-Пухом. Ну, это просто кайф, ребят, посмотрите, какая бабочка прям эта. Они все по 13-15 евро. В прошлый раз, когда я делал свои покупки из Милана, вот вам пример, как на Ютубе нету такого... Реально работает машинка так громко, чтобы просто с ума сойти. Стирально. Так вот, нету такого на Ютубе, ребят, что шаг вправо, шаг влево, расстрел, расстрел, расстрел. На Ютубе все, что ты не сделаешь, будет расстрел. Это правда жизни. Я сейчас объясню, о чем я. В прошлый раз, когда я делал из Милана свои покупки, да, у меня... Люди сами просят покупки, да. Ты делаешь покупки, говоришь, там, я не знаю, рубашка от Марджелла, от Вестфуд стоит там 200 евро. Там штаны от Марджелла стоят 400 евро, да. И тебе моментально пишут в комментариях, да ты ублюдок, что ты хвастаешься, что ты как нищеброд с ценами бравируешь. Но, когда я только начинал, ну, одни из моих первых видео, где я делал распаковку посылки Корейской Космик... Так вот, начинаешь снимать, и начинаются все эти проблемы. Ну да похрен, у меня сегодня будет длиннющее видео, наверное, поэтому не умею и подсказать, и что, и показать, и что. Так вот, и когда в прошлый раз, в одном из моих первых видео, когда я снимал и показывал покупки Корейской, распаковку посылки Корейской Косметики, я не говорил цены вообще. И мне миллион людей написали, почему ты не говоришь цены? Смысл рассказывать о покупках, когда ты не говоришь, сколько что стоит. И вы знаете, здесь я абсолютно право, потому что, когда говоришь о покупках, надо говорить, сколько все стоит. Ну, понимаете, даже такое, ты говоришь цены, например, рубашка 200 евро, да, и тебе 10 комментариев, я не знаю, что такое 200 евро, ты снимаешь на русскую аудиторию, почему ты не можешь сказать цену в рублях? То есть, понимаете, нет абсолютно никакой вот, знаете, вот вменяемой вот такой вот отдачи тебя распнут за любое твое действие. Абсолютно за любое, что ты сказал цену, ты жлоб и говно и позер, ты не сказал цену, ты, ублюдок, зачем снимаешь вообще такие видео? Ты сказал цены в долларах, мне надо переводить цены в гривны или в рубли, ты сказал цены в рублях, что ты, блин, Русман, что ли, давай нам цены в гривнах и в евро. То есть, понимаете, кошмар. Поэтому для тех, кто начинает или тех, кто ведет каналы, все люди должны вот, они, знаете, вот мрак. На самом деле, YouTube это такая, надо просто, вот чем больше ты снимаешь видео, тем больше ты должен понимать, что надо внимание обращать только на критику добрую, которая тебя поднимает настроение, да, потому что вся конструктивная критика должна идти вот чисто вот лесом, потому что она не просто не важна, она портит настроение. И самое важное, ты вот занимаешься, знаете, вот как затрата времени, да, вот оборудование, свет, установить и все такое, да. Просто вот и люди бесплатно, ты делаешь это в принципе бесплатно все, да, и люди смотрят, они тебе с говном мешают, и поэтому нельзя обращать внимание на критику вообще на YouTube, потому что это вот ваш канал, мой канал, да, и мое дело, что говорить, как говорить, а если вы меня не так поняли, это ваши проблемы. Вот, поэтому цены я говорю, слит, да, пистол, как же я хотел, когда Маскина выпустили, выпустили свою коллекцию с Супер Марио, я, и как говорится, мои две принцессы пришли, они жлобные, шо, мое, они шо, мои жлобные, шо, маки на свете. Yellow, yellow, can you, ау, нельзя папу целовать, когда у папы помада на губах, а ей плевать, она хочет очароваться. Вот, и вы знаете, как, когда Маскина выпустили коллекцию с Супер Марио, я просто обалдел, и вы знаете, пришел в Маскину, да, и ты смотришь, одни женские варианты, одни там, с принцессой Пич или что-то такое вообще, крикливо, невозможно это носить нормально, то есть оно не смотрится, моя крошавица, не смотрится клево, да, я люблю, я не люблю, о, собака, ножом тянулась. Я не люблю, когда, вот, женственно, я не люблю, я люблю рок-н-ролл, я люблю такое, что-то клевое, такой, сли, да, чтобы было. Короче, купила маленький пауч, у меня, я повернут на маленьких сумочках, я повернут на маленьких таких сумочках. Посмотрите, какой кайф, ребят. Это Маскина Кутюр, да, да, Маскина Кутюр, и вы знаете, это просто кайф, она, 120 евро стоил маленький этот, как его, кошелек, и туда идеально входит, например, если носишь узкие джинсы, то туда идеально входит два кошелечка и телефон, и выглядит просто шикарно. Знаете, это монетки из Супер Марио, и я просто в восторге от нее. Знаете, самые клевые 120 евро, которые я потратил. И смотрится очень классно, когда идешь, да, и вот у тебя просто там кошелечек и телефон. Вау, шикарная вещь, я был так довольный, когда купил там. Вот, и, ох, да, сейчас скажу. Короче, ребят, у меня такая вещь, что чем больше ты пользуешься косметикой, тем больше ты ей начинаешь некоторыми продуктами разочаровываться, и ты понимаешь, что не каждая дорогая косметика не то, что стоит своих денег, да, а она просто разочаровывает. И это будет у меня на отдельное видео. Я решил делать, может быть, раз в неделю, я буду делать обзор и вот свое мнение высказывать о той или иной... Вот моя кривтелка. Hello? Hello? Так вот, я решил делать обзоры на какую-то косметику, ребят. Пошел я в Сифору, да? Пошел я в Сифору, в Милане, да, купил я, это я буду делать, отдельно буду обзор на свои любимые черные тени, да, купил я от Make Up For Ever, черную-черную-черную-угольную, мне пообещали прямо угольную-угольную цвет, и одна однушка стоит, что ли, 25 евро, что ли, вот за одну такую штучку. Но мне плевать, если это действительно черный цвет. И когда я написал вот о своих вот черных этих моментах, да, я, у меня сразу написали, что посмотри, в палетках Sleek. Я скажу честно, когда мне нужен угольно-черный, такой тяжелый, дорогой, матовый, черный, просто как уголь цвет, в палетках Sleek, да, в некоторых палетках есть реально шикарные черные цвета. Но я очень надеюсь на вот Make Up For Ever. Дали мне от Make Up For Ever тушь. Тестер и просто шикарную красную помаду, которую я протестирую с вами вместе. Ну просто, знаете, это вот тот цвет, от которого я просто могу визжать, прыгать и вообще, знаете, такой, он такой бордовый, винный, тяжелый, дорогой, красный цвет. И стоит таким, знаете, хорошим синим подтоном, что просто... Вот уж как я затестил. Ребят, это у меня будет черный вот, черный тень, это у меня будет отдельный, как его видео я сниму, потому что мне нравится смотреть, когда люди говорят не обзор там чего-то, а чисто свое мнение. Купил я, знаете, зашел мимо, купил Water Eyeshadow от Kiko, да, по 10 евро за однушку, да. И это сделаю тоже обзор, потому что мне они понравились. Они, конечно, блестючие и, знаете, эффект влажных теней получается, влажные веки, да. Но мне вот это появилось интересно, купил черный и купил темный-темный, такой болотный, зеленый, да. Вот, и... Как сильно мне... Джеффри Стар и... И Urban Decay. Вы знаете, кстати, я что-то начинаю разочаровываться в Urban Decay, потому что, чтобы... Если Джеффри Стар берешь и ты наносишь там одним мазком, у тебя сразу пигмент, то Urban Decay надо плясать и дрыгаться перед палеткой, наверное, минут, я не знаю, сколько, чтобы появилось хоть что-то на тене, на веках. Вот, сделаю я обзор тоже отдельно на Kiko. Знаете, когда идешь в Sephora, да, свочешь. И вот тебе купил я вот такое. Сделаю я отдельный обзор на Marc Jacobs палетку. И палетка стоит, наверное, 6 тонов. Она стоит... Не то 69 евро. Не то 59 евро. Дорогая, да. Но вот это будет гигантское разочарование. И я сделал отдельное видео на это Marc Jacobs тени, потому что, когда ты платишь, там, я не знаю, 60 или 70 евро за 7 маленьких кружочков, дать 6, раз, да, 7, ты ожидаешь что-то такое, что просто bulletproof, да, то есть ты берешь, мажешь, да, а не крем. Я сделал обзор. Ну, знаете, ребят, разочарование, и когда ты платишь 70 евро, это немножко так, окей, вашу мать. Где качество, мистер Marc Jacobs? Вот, у меня было мало покупок всего в этот раз, потому что, знаете, ну, конечно, не мог пройти в Sephora. Купил я Beauty Blender и Clinique. Вот это самое... Знаете, вот это у меня уходит банками, да, я не знаю сколько, 30 евро, что ли, для снятия макияжа. И это самое идеальное средство для снятия макияжа, которое может быть на планете. Вы знаете, когда Clinique только выпустил это, вот эти, свою эту, да, и они разослали пиар-пакеты всем, всем блогерам, да, там, Никита Ториалс, то есть, Джеффри Старт, то есть, они гигантом разослали, и те, конечно, хвалили, да. Я думаю, окей, херня проплаченная, вау. Ребят, это вот YouTube made me buy it, и у меня абсолютно никаких regrets. Это лучшее средство для снятия макияжа, которое у меня уходит пачками, потому что я в них влюблен. И я покупаю их просто постоянно, постоянно, постоянно. Знаете, ребят, у меня гигантское будет разочарование видео насчет Cat1D палетка хайлайтеров, да. Сейчас у меня не Cat1D, да, и это видно. Потому что Cat1D, я давал много шанс этой палетке, я не делал обзор на нее, потому что, что я только с ней не делал, что я только с ней как-то, я там не прыгал и не дергался, да. Очень дорогая палетка для хайлайтеров, да. Шути, 40 евро за такие малюсенькие, знаете, пены. И вау, это просто, вот это было разочарование. Я реально дал ей много шансов этой палетке, и я сделал обзор детальный. Я вот реально пользовался, 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 чтобы дать честный обзор. И узнаю, о, вау, это было просто гигантское разочарование от Cat1D. Конечно, ты едешь, не можешь не привезти швейцарский шоколад из Швейцарии, но это, как называется, взять, не взять, как это называется-то, блин. Вот, все оттуда. Кстати, как сегодня блеск, ребят? Окей, а раскрою секретцию. Это на мне Sleek. Sleek вот это Soul Eyes палетка, да, и как блестит Sleek. Окей, я купил сейчас палетку за 150 евро от Ofra, и она у меня идет, и у меня будет отдельное видео на хайлайтеры от Ofra, потому что все просто таким кипятком писают, и я решил попробовать, да, 150 евро, это очень дорого для шести цветов, но я ее купил. И вот сейчас я жду ее в этом, по почте, и я обязательно сделаю обзор вот этой вот палетки от Ofra, потому что для меня, знаете, хайлайтер, который просто чуть заметен, меня он не устраивает. Мне надо, чтобы его бух в твое лицо, да, и как блестит Sleek, так как Cat1D, она просто, не просто нервно курит в сторонке, она просто, ваша мать, шарлатанка, когда за такие цены берет вот эту злохромовую свою херню, у меня такое разочарование в этот раз, вот в Cat1D я сделаю обзор на эту говнопалетку. Знаете, как не... Окей, для меня... Когда едешь к семье, когда ты едешь не путешествовать, а когда ты едешь к семье, то ты особо не мудришься с покупками, да, то есть ты похватаешь то, что самое... Или самое необходимое, или что-то очень-очень интересное. Знаете, у нас нету в Норвегии, у нас нету в Норвегии вот таких макарон. У нас нету... Знаете, в Швеции, в Швеции я говорил о своей поездке в свои супермаркеты, да, где я закупаюсь там просто постоянно. И вы знаете, там они... Есть все. Вот там есть такой редкий экспорт из Америки, там что-то такое, редко-редко. Вот таких нету, называется Трофилата, Албонзо, я не знаю, вот такие, знаете, гигантские-гигантские ракушки, да, ребят? Вот такие гигантские ракушки. Купил я их в супермаркете, который находится около дома моей сестры, за евро, за пачку, я привез... Реально, ты едешь в Милан, ты привез макароны, потому что я очень люблю, когда отвариваешь, фаршируешь их курочкой, сыром и шпинатом, и это запекается все. Вау! Я сделал трупбанк только с этим. Это самое вкусное, что может быть на свете, но у нас таких не найти, вот эти гигантские ракушки, их просто не найти, поэтому реально едешь в Милан, покупаю за евро штук, за 99 центов, такую гигантскую пачку, потому что очень я люблю это блюдо. Ну и, конечно, не мог я себя не побаловать, а когда ты заходишь в Сен-Лоран, да, то тебе надо что-то купить, потому что я очень люблю эту марку, и мне надо сейчас похудеть, чтобы начать вязать свои Сен-Лорановские штаны и куртки, прочее, прочее. Вот, пока я вылажу в Сен-Лоран, только обувь. Вот моя страсть, вот моя страсть, это то, на что я могу даже копить деньги, там какая-нибудь куртка стоит, 3 900, да, то есть ты берешь и копишь, 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 потому что я очень люблю эту марку, я люблю, знаете, я настолько, мне настолько легко купить, мне настолько легко вот купить, вот ты скажешь, о, вот это вот, эта куртка, да, за 4 000 евро, и она имеет спирит, дух свободы, бунтарства, Калифорния из 70-х, и прочее, прочее, и все, и для меня, не просто куртка объективно, шикарная, да, но ты просто вот продаешься, вот, и ты носишь ее вот с этим, вот знаете, как вот с этим чувством, что да, вот ты такой, вот тебе надо все посрать, ты скейтер из Калифорнии, да, ну, я такой человек, знаете, мне легко купить рекламу, мне легко купить хорошую рекламу, в этот раз я был, вот, в Сан-Лоране, и ничего на мне не налезло, кроме, я большой любитель этих кожаных браслетов, да, у Сан-Лорана они стоят порядка 200, порядка 300 евро за штуку, да, 290, наверное, и выглядят они все просто, просто шикарно, я обожаю кожаные браслеты от Сан-Лоран, и, да, ты можешь пойти отдать там, я не знаю, 600-700 евро за, за браслет, но, это стоит каждый цен, для меня, я вот настолько вот любитель, вот этого, Сан-Лорановских вещей, ребят, это просто кайф, вот, купил один браслетик такой, то есть, это то, на что деньги не жалею, и, купил один такой, о, вот это вообще кайф, мне так нравятся вот эти браслеты, когда смотришь, да, о, вау, ребят, это чистый кайф такой, обожаю браслеты от Сан-Лоран, для меня вот, 300, 300, 400, 400, возьмите мои деньги, вы знаете, когда ты толстый, да, когда ты вот реально тол-стый, интересный, интересный, что ты можешь, интересный, что ты можешь влезть, это браслет, поэтому, я, у меня браслетов много, у меня Диор, я в прошлый раз в Вене покупал тоже, да, в Сан-Лоранском браслете, который мне, кстати, вышел на сотни дешевле, потому что лежал на другой, на соседней полочке, и типа, 190 был цена, а мы типа, сколько это, не жили 190, он серебряный, а золотой такой же рядом с ним лежал, около этого, вот, единственные мои такие дорогие покупки в этот раз были, и смотрю, то есть, в прошлый раз он в Вене, да, что, а почему серебряный 190, а золотой 290 евро, а она, ой, вы знаете, типа, это, ошиблись, поменяли местами, не тот браслет, не на то место положили, а по закону, если браслет лежит, ну, вещь лежит на неправильном месте, у него стоит цена, которая, например, 190, они обязаны продать по той цене, а она, типа, браслет лежит не на той цене, но вы хотите взять его за это, я говорю, да, и у меня реально на сотню евро вышел дешевле браслет в прошлом, тоже, кстати, клевый такой, знаете, со штыками, ух, просто кайф, вот, ребят, у меня, люди говорят, как, как вот, о чем можно снять, вы знаете, у меня сейчас, я его кладу в видео через день, потому что каждый день у меня просто нет времени, я сейчас завален работой, по самую макушку, и когда люди говорят, что, о чем ты, о чем снять видео, у меня вот блокнот, вот такой, да, и он забит, у меня там столько тем, о чем снять видео, столько тем, о чем поговорить, что просто могу снимать два раза в день, выкладывать видео, у меня просто на это время категорически не хватает, и вот, у меня сейчас просто здесь лежит разложено все, но у меня, вот на этом гигантский стол, у меня, кстати, от дизеля, очень обожаю этот стол, такой, ух, время ожидания стола у меня было, 4 месяца, наверное, то есть время ожидания, то есть ты покупаешь вещь, а очередь, мне вот этот стол везли из Италии 4 месяца, ууа, ну как же я его обожаю, просто обожаю этот стол, вот у меня на этом столе все выложены рядами продукты, которые мне нужно сделать обзор на камеру, и если уж сегодня я сказал А, скажу и Б, да, я делать обзор не буду, но вот такая вот эта палеточка, да, ребят, какое у меня было вот жуткое разочарование на вот эту палетку, а вот этот вон день, я сделаю отдельное видео, и вы поймете, о чем я речь веду, потому что 39 евро это дорого, и может быть кто-то, вы знаете, как подкупится на рекламу и просрет, извините, разложение, свои деньги, которые, может быть, не стоит это делать, может быть, вам у вас устроит такого плана хайлайтер, но вот я сделаю на днях обзор на него, потому что я давно обещал, и вы поймете, о чем речь, потому что вот слик, да, он блестит так, вашу мать, что можно, я не знаю, что можно, все можно с таким, таким блеском, и опять у меня видео, блин, на полчаса, но да ладно, я на этим, любите длинных видео, и я думаю, люди, которые меня смотрят, любите длинных видео тоже, обязательно подписывайтесь, поставьте палец вверх, если вам нравится такого плана видео, я покупки делаю, знаете, редко, я не такой шипоголик, я онлайн шипоголик, да, а вот в реальной жизни я не такой большой шипоголик, поэтому ставьте мне, задавайте вопросы, знаете, ребят, я буду сейчас готовить видео, ответы на вопросы, и, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте мне вопросы под этим видео, я постараюсь ответить на какие-то, даже глобальные вопросы, буду отдавать отдельные видео, потому что у меня есть несколько вопросов, там, про личную жизнь, про отношения, что я думаю об этом, поэтому я буду делать отдельные видео, такие длинные, на какие-то вот одиночные вопросы, потому что у меня некоторые вопросы такие, знаете, интересные, мне интересно о них поговорить, у меня есть о чем, о чем сказать, на эти вопросы, вот про отношения какие-то, много про отношения меня спрашивали, потому что для меня эта тема такая, знаете, она очень интересная, и я весь такой прямо заинтересованный в этих вещах. Это было все на сегодня, такие мало покупок, такие, знаете, но, опять же говорю, когда едешь встречаться с семьей, то тебе вроде как и не до покупок, потому что, а вру, вот опять я вру, когда ты толстый, тебе не до покупок, да, потому что идешь и понимаешь, что ты сейчас пытаешься похудеть, а если ты вдруг похудеешь, я не знаю, там, на три размера, то, короче, драма, для меня сейчас драма, для меня все эти магазины, сейчас сплошная такая гигантская драма, потому что я искренне верю, что я сейчас похудею, но, знаете, идешь и облизываешься, идешь и облизываешься, да, вроде есть деньги просрать, да, вот так по-крупному, и ты вместе в правильном, никак, ты понимаешь, что эти джинсы будут велики, и рубашка будет велика, если ты похудеешь, а сейчас еще наберешься, короче, драма, драма, все, ребят, огромное спасибо, что посмотрели, не забывайте подписываться, задавайте вопросы под видео, постараюсь ответить, все, всем пока.